В Дагестане везде невероятная красота. То дерево создает тебе корону из мохнатых листочков, то какие-то завораживающие виды гор, земрудных озер. В этом селе сейчас живут 528 человек. Какая красота на небе! И село очень красивое тоже. Гуляем и наслаждаемся. Звуки жизни курочки. Когда-то село Сагратль было вот на этом холме. Время большой Кавказской войны. Село сожгли. Вот этот холмик – это братская могила русских солдат. А потом, в 1879 году, жители села восстановили свою мечеть и образовали село вот здесь, на этой стороне холма. Вот в этой печке делают самый вкусный в мире хлеб. Самый вкусный. Печка сделана из специальной белой глины и смешана с конским волосом, который скрепляет всю эту конструкцию. Там внутри, вот вы видите, насечки. Это для того, чтобы хлеб не пролепал. Мы еще пока не попробовали этот хлеб, но вот нам обещали и сказали, точно будет. Возник у нас тут спор. Обычно вот такие цепи делаются в доме для привязи коня. Но здесь, что это должен был быть за конь такого размера? Подумали, что это для какого-то мифического животного. Двери в селе Сагратль все разные. Одна не совпадает с другой. Здесь вот такая. А там красивый садик. А вы нас не угостили пока. Ждем от вас завтра лепешек. А это что? Это начало. А это сыр, да? Сыр, флорок и корж. Как шапочка. И вот смотрите, выворачивай. А вот смотри, видишь, и потом ее плющат. А то ее раскатывай. Сильно раскаленная, только на скалрудке. А на этой печке они не получаются. Ты видишь, по-настоящему много сыра. Мало теста. Было такое условие. То есть, если за то, что земли в годах не хватало в то время, если вы строите дом сверху вот этого водоотвода, тогда вы должны были обеспечить полностью сохранность вот этого системы водоотвода. Убрать, почистить. Постоянно нужно было за этим следить. Вот этот потолок сделан из тростника. Каждую трость привязывали к барашке. И барашек после того, как возвращался с летнего пастбища на зиму домой, приносил эту трость хозяину. Поэтому позволить себе такие потолки могли только очень богатые люди. Не должно было быть много барашков, соответственно, которые могли бы донести вот эту трость до своего хозяина. И теперь я должна вот так надеть это на вот это. И запечатать. Ну, кстати, я хочу вам сказать, что меня взяли замуж. У меня с первого раза все получилось. Катя, у меня все получилось в первый раз. Ты мой личный барман. Ну, это еще не все. Оказывается, вот это все надо вот так раскатать. Я-то думала, вот так будем жарить. Они тонкие, очень вкусные. И потом вот так на сковородочке. Да-да-да. Ага, в скаленую сковородочку. Видишь, в каждой деревне соревнуются у кого-то. У кого-то они еще отличаются, наверное, не только по толщине. Ну да, и по начинке, вкуса и вообще наполненности. Вечный хлеб. Сыр же. Ну-ка, еще сделайте так. Сделайте так еще раз. А, какая красота. Вообще. Один готов. Нет, ну почему диетический борт? Потому что не всю баночку положим масло, а только кусочек. Мерть стали в Дагестане. Ну да, смотря на меня, можно сказать. Самое экологическое топливо, между прочим, коровий навоз. Оно, кстати, когда высыхает, не пахнет вообще. Конечно, из него даже дома делают, знаешь, самые теплые и вообще классные. Поднимаемся по ступенькам старинного минарета. Для того, чтобы... Быстрее не могу, Никита! Можно упасть. Для того, чтобы увидеть красоту села сверху. И когда поднимаешься на этот старый минарет, открывается вот такое, вот такое село. И на вот эти красивые горы. Вот таким должно быть настоящее варенье из яблок. Это варенье из горной алычи, оно не часто вырождается, поэтому это редкое варенье. И вот это белка. Вот эти вот так вот заворачиваем. Раз, два, и все готово. Я должна показать, как я научилась это все заворачивать. Это из бобовых, из семян. О, как у меня прекрасно получилось. Местные жители меня похвалили. Это божественно. В этом селе очень много кандидатов наук. Возможно, потому что с 49-го года здесь вот такая надпись. Каждый гражданин СССР имеет право на образование. Что такое дубинка позора? Оказалось, если человек буянил, совершал какую-нибудь глупость, все сельчане приходили и вручали ему дубинку позора. И не села она на него дома до тех пор, пока кто-то другой не делал еще что-то удобное или еще даже хуже. И тогда дубинку забирали и приносили в другой дом. Хороший способ воспитания. Кто бы мог подумать? Вот это первое ЭВМ. Три кнопки. И, П, И, С, О, К, ГИ, И, ГП. Ты думаешь, что это такое? И, С, О, К, ГИ, И, ГП. И, С, О, К, ГИ, И, ГП.